Идея, и увидев вот эти фасады, которые голубые, в виде волн, просто невероятная архитектура, то сразу было понятно, что это локация мечты. А для того, чтобы еще мы все понимали, какая магия здесь произошла, то 1 мегаватт электричества в Москве на волну, на центр серфинга найти практически, особенно в таком месте, где им надо идти в резиновых сапогах, где красота, инновации, силиконовая долина наша. То, конечно, это уникально. Некоторые в Москве как раз депо говорят в планах. Слушай, я был в депо, я считаю. Значит, смотрите, у нас с вами такой план. Во-первых, я тоже, и вся наша команда, мы рады, что пришли. Мы приготовим для вас массу сюрпризов. Давайте мы по-другому похлопнуем и его отпустим. Спасибо. Спасибо большое, Олег. Ну, а я тебя жду отдельно в приватной обстановке. Спасибо. В хорошем смысле. И, друзья, сейчас мы с вами пройдем по клубу, по пространству, познакомимся с ним, заглянем в каждое из помещений, посмотрим нашу скейт-рампу, посмотрим наши залы, посмотрим нашу волну. Мы готовимся к открытую, то есть 14 июня у нас пойдут люди кататься. И после этого вернемся сюда и, собственно, расскажем уже всю основную, ответим на ваши вопросы и расскажем презентацию по поводу всего центра серфинга в Сафмаре Столково. Готовы? Да! Сафмическая стена. Спасибо. Она очень красивая, она будет еще красивее, она уже довольно умная и станет еще умнее. То есть она умеет перекрашиваться, она умеет вас приветствовать, когда вы сюда заходите, она начинает вам всячески мигать. Когда вы, вот видите, когда вы здесь будете в следующий раз проходить, она рядом с вами высветит специальные, в общем, световые фрагменты, которые будут следовать за вами, как душа. Да, она, в общем, у нас тоже очень такая дружелюбная. Вот. И это самая большая тропическая стена. Вообще, мне кажется, ее длина 40 метров. Ну, мне кажется, длиннее никто таких интерьерных решений не делал. Пойдемте дальше. Значит, это зал для персонального тренинга, он очень уютный, куларный. Здесь идет скейт рампа. Рампа для продвинутых. Здесь катаются истинные крутальные двери, потом есть сетка. Вот. Мы тренируемся в таких сейчас двух форматах. На флэйте, на площадке и в эфиранте. Да. Вот это один из наших. Это зал, в котором мы делали как-то. Все мощное, все тяжелое, все быстрое, все такое движушное. Все тренировки проходят здесь. Идем дальше. У нас очень красивый рейтилал. Глент вверх, поэтому мы можем все зайти. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Очень много всех. А в женской специальной саппарите. Там сэнфли идеально. Идем дальше. Да. Вот. Ну, в общем. Вот. То есть делала. Душевые, слезы. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Друзья, собственно, мы сейчас в нашей специальной сфере, в зоне волны. Она вот сейчас приедет. И мы как-нибудь, вы смотрите, сейчас вам не покажем, что на что она способна. Мы посмотрим на видео. Мы готовимся к финальному открытию. 14 июня. Стоитов. Но. Особенность этой волны я расскажу. А. Как видите, у нас очень много. Раньше-то прилипировал в вето. Вот. У нас. У нас. У нас. Мы прошли все этапы классического стартапа. От идеи до прототипирования. Участия в демо днях. Проект занял, в общем, Солково. На демо дне второе место. Из 18-м году. Из 50-ти проектов. Собственно, я питчил. Питчил босиком. Даже без шлепок. Там. Ну, в общем, имели успех. Вот. Значит. Соответственно, после этого были привлечены инвестиции. Зайдена локация. Стройка. И вот результат. Открытие. Даже с учетом пандемии. Даже с учетом, там, локдаун неопределенности. Да. Как бы все произошло. И, в общем, мы стартуем. Давай следующую. Друзья. Сначала давайте, собственно, ради чего здесь. Ключевая мысль, которая заложена здесь. Что мы точно не заменяем океан. Мы не говорим, что это серфинг. Что вот там. Мы, как бы, мы любим океан. Мы сами стараемся, как бы, побольше времени проходить. Находиться в океанах. Но мы нацелены на то, чтобы быть местом, где мы лучше всех, каждого из вас, можем подготовить к океану. Через навыки, чтобы на океане у вас все получалось. Так как есть большой класс людей, которые, к сожалению, там, не уезжают на океан. По каким-то причинам связаны с тем, что... Большим открытием для меня было... У меня была два года станция на Карибах. Людве это назывались. И я два года был, так или иначе, там, практически на Карибах. Мне казалось, что это топ. Топ of the top. Лучшее, что может со мной произойти. Я выяснил, что каждый человек может выпить только определенное количество на Маргарит на пляже. И это количество не такое же большое. У каждого свое, но не такое же большое. После чего, если вы пассионарий, вам все равно надо, как бы, возвращаться в город, что-то делать, делать что-то. Ну, в общем, и так далее. Соответственно, большой плац городских сёрферов есть. Наша целевая аудитория, наши друзья. Для них мы это все делаем. Которые хотели бы быть эффективными на океане, круто кататься и круто тренироваться вначале. В правильном месте, с правильными людьми. В течение всего этого времени. Давайте следующий слайд. Наш опознан. Привет. Да, мы решили сделать вам небольшой introduction, кто будет отвернуться в волны. Это Тимур, наш директор по макете. Буду знакомить вас с нашей командой. И об этом нам расскажет Лера. Наш директор по сёрферу. Посмотрите, какой в сёрфбразерс директор по сёрферу. Ну, я думаю, сёрфбразерс – это самая волшебная должность, в которой вы можете быть на свете. Или чуть громче, или микрофон. Микрофон дайте. Так, теперь у меня должно быть хорошо и скучно. Про волшебную должность вам повторять очень много раз. Про любимую сёрфу вразерс еще больше. Откуда перутся у вас? Не знаю, насколько вы знакомы с тем же волшебным океаном, с тем самым мировым, замечательным, удивительным, который окутывает всю нашу планету. Это подволны, на котором катаются все сёрферы, которые встают только по берегу, которые все привыкли видеть и воспринимать, как то самое место, где сёрфят, на самом деле берутся далеко-далеко издалека. Они проходят многие десятки и сотни километров, прежде чем стать той самой умной, на которой можно покататься. Рождаются они в глубинах океанов, далеко от потенок землетрясения, больших штормов, Тихий океан, Индийский океан, там чуть реже, но тем не менее сильное землетрясение на огромной глубине начинает создавать те самые движения, начинается процесс формирования волны, а дальше, как от камушек, которым мы бросаем в воду, расходятся концентрические круги. Точно так же на многие-многие десятки тысяч километров расходятся волны, чтобы превратиться в такую привычную нам, наверное, ну, по крайней мере, нам сёрферам. Вот такую вот картинку, да. Когда у нас идут прям такими как полосочками, как грядочками, идут ровные-ровные, стабильные волны, и приходят, наконец, к тому месту, где вот у нас красивая картинка, спокойный океан, и просто по поверхности идут такие покаты, как бугры-волны, которые даже сложно назвать волны в привычном нам представлении. в том, что они могут проходить прям пологими-пологими такими складочками внизу, такие волны проходят многие-многие-многие десятки километров, превращаясь, немножечко забегу вперёд в тот самый свелл, на который мы катаемся, которые подходят к берегу, и это всегда зависит от формы дна направления волны, самого свела, подходя ближе и ударяясь о или рифы, или о песчаное дно, но там, где оно начинает подниматься и становиться меньше, начинает формироваться и вставает та самая волна, на которой можно кататься. Смотрите, то есть ключевые характеристики, которые есть у волны, это её энергия, это геометрия дна, то, что влияет на её образование, это приливы и отливы, то есть это высота уровня воды на споте, и это ветер, который помогает надувать чоп и формировать свелл. Давай следующим. ... относительно каких-то других разработок конкурентов. И ещё мы выжили из этого форм-фактора всё, что можно выжить, то есть мы в одном бассейне получили кучу разных волк, то есть от супермедленных и глубоких, безопасных для детишек и для новичков, и для девочек, и для вообще всех, кому важно, чтобы было супермягкое, суперсофтли, джентли, до достаточно агрессивной волны высотой до двух метров, которая супербыстрая, суперскоростная и которой надо реально закладывать, потому что если ты не будешь очень быстро на ней серфить, то тебя будут всё время смывать. Даже некоторые режимы ещё вообще не раскатали ребята, которые... ну потому что они очень скоростные, которых мы звали, но мы обязательно их раскатаем, то есть это вопрос как раз тренировки. Собственно, изначально это задумывалось как такой большой бесконечный серфовый тренажёр, в котором можно получить кучу разных как бы историй для того, чтобы отточить технику, которая нужна тебе на океане. То есть с этой точки зрения, для понимания, что это важная штука, и она похожа на серфинг, и это максимально приближенная адаптация к серфингу, который мы можем пока себе в городе получить и построить. У нас даже есть запрос с Гавайев на тему большого риверсерфа, потому что эти волны строят и там, где нет океана, для тех, кто хочет кататься, и там, где он едет, для тех, кому надо тренироваться. Это бесконечная волна, ты делаешь очень много попыток, ты постоянно совершенствуешь свои навыки, трюки и так далее. Соответственно, как бы наш основной слоган «Изобретай океан», потому что, казалось бы, что его изобретать, а с другой стороны, океан – это лучшее, к чему мы стремимся, поэтому мы его каждый раз переизобретаем, и это просто какая-то наша вариация на эту тему. Стать чуть ближе к нему даже в условиях города. Основная идея Surprises Колково – это центр подготовки к серфингу. В этом смысле мы гораздо ближе к триатлону, чем к фитнес-клубу, потому что серфинг – это как бы… То есть, смысл в том, что есть навыки серфера глобально, их можно перечислить. Это, собственно, мастерство катания, трюки-элементы, это фридайвинг, вайп-аут, работа со знанием, спокойный, ровный, там, нужный, правильный градус, давайте назовем там, онкое настроение, это выносливость и сила, и это гребли. Я, кстати, забыл сказать, что этот бассейн еще работает как гигантский противоток. Соответственно, мы можем включать его для тех, кто для отработки гребли на доске, и можем, то есть, если там его… Есть режимы такие. И это также интересно будет другим ребятам, то есть, это имитация плавания в открытой воде, триатлонщикам, переплывальщикам всяких каналов суэцких и так далее. То есть, это такая история интересная. В этом смысле, это тоже самый большой из доступных агрегатов в городе, потому что такие противотоки в целом никто специально не строит, а, как бы, у нас это один из режимов. То есть, он, как бы, имеет свою высокую ценность. Еще раз, про навыки сюрперсерфера. Это гребля, это дыхание, это катание, это сила и выносливость. Все это мы в рамках наших программ, пакетов, специального метода подготовки к океану. У нас есть диетология. Наш партнер израильская агрега Хадаса. У нас здесь есть, там, ну, то есть, мы замеряем вначале все прейкеры по крови, потом мы сделаем, значит, ой, это я лезу не на свою поляну, это я потом. Наташа, я скажу. Короче, вот центр подготовки к серфу. То есть, навыки, которые нужны вам на океане, вы можете тренировать, тренировать увлекательно, тренировать эмоционально в городе. И это ключевая вещь. Давайте дальше. Также я хотел бы заявить, что, как бы, венцом того, что мы здесь создаем, это концепция идеальной серф-год. Надеюсь, пандемия когда-нибудь закончится, вот, и 12 серф-трипов в лучшие места планеты, там, Африка, Центральная Америка, Мальдивы, Азия, Австралия, все места, которые мы любим, то есть, в этой части, то есть, это наше органическое продолжение воронки. То есть, мы возим на океан, возим сами, возим с партнерами, мы готовим к океану и делаем так, чтобы ваше взаимодействие с океаном было максимально приятное и продуктивное. Дальше. Так, это у нас про силу. Это у нас есть очаровательный фитнес-директор Наталья. То, что она может, как бы, мне кажется, никто в клубе не может в плане физухи. Дальше. Дальше. Да, я думаю, что я только не разговариваю микрофон, я не слышу. Хорошо. Ну, что я могу сказать? Мне, как инструктору с 20-летним стажем, очень приятно присоединиться к компании тех самых вдохновленных спортом людей, потому что я вижу, что в обычных стандартных фитнес-клубах эмоциональной вовлеченности в спорт нет. Я, на самом деле, очень волнуюсь сейчас. Простите меня за это. Я просто очень люблю там, чем занимаюсь. Так вот здесь, что могу сказать про сёрферов? Сёрфинг предъявляет очень большие требования к телу человека, к телу спортсмена. И это полный уход от специализации. То есть, если у 3 атлетов есть определённая специализация, у людей, которые занимаются определённым видом спорта, есть какая-то узкая специализация к развитию определённых мышц или определённого навыка, то здесь сёрфер должен быть подготовлен абсолютно во всём. Он должен быть выносливым. Причём выносливым должна быть и общая, и специальная. Он должен быть гибким и мобильным, и одновременно с этим должен уметь удерживать стабильность во многих меняющихся условиях. И это намного сложнее, чем то же самое фигурное катание, потому что там условия для спортсменов всё время это надо быть. Здесь приходится каждый раз адаптироваться к новым вновь создающимся и уменяющимся каждую секунду времени и условиям. И мы учим этому. И мы создали специальную программу, которая сможет подготовить за короткое достаточно время любого человека, любого спортсмена к сёрфингу. И даже к спортсмену. И более того, вот эта вот большая миссия, когда мы готовим человека к сёрфингу, мы даём ему самое важное, что есть в нашей жизни, и это здоровье. Потому что благодаря нашим программам, сейчас мы маленькие. Программу. И дали 9 вознаки вновь. И вновь создастся. Здравствуйте. Возвращение сёрфингу. Сёрфин. Мы сильные, мы выносливые. Мы можем ускориться и какое-то время делать работу с максимальной интенсивностью. Более того, мы можем долгое время, в течение двух часов сёрф-сессии, грести и сохранять свою концентрацию, сохранять свою кондицию в течение длительного времени. Что мы ещё можем? Мы умеем быть мобильными, и все наши суставы, и весь наш позвоночник являются адаптировать к условиям сёрфинга полностью с дорог жизни. И человек, обычный человек, даже не сёрфер, уходит из вот этого панциря сидячего образа жизни и переходит к максимальной мобильности и максимальной подвижности. А это и есть залог здоровья нашего позвоночника и наших суставов. Мы поделили наш сёрф, нашу лугую сёрф-подготовку на три уровня. Первый – это сёрф-бэйсик. Это то, что даст силу и силовую выносливость всем вашим мышцам как звеньям единой цепи. То есть мы не развиваем отдельно бицепс, отдельно трицепс. Мы готовим всё наше тело, потому что всё наше тело, все наши мышцы так или иначе взаимосвязаны друг с другом. Сёрф-скилз и наши самые крутые сёрферы, я вдохновляюсь этими ребятами, которые умеют донести до всех, каждым разным языком до каждого человека, как правильно встать, как правильно держать баланс, куда смотреть, где поднять плечо, где там развернуть, куда направить взгляд. Это супер важно. И сёрф-майнд – это тренировки, повышающие мобильность, повышающие гибкость и ту самую гибкость, которая профессиональна. Не просто быть там просто гибким, а использовать эту гибкость в своей повседневной жизни. И, как показывает опыт, это всегда уход в ход. Самого страшного, по-моему, что может случиться с человеком – это динамия, которая просит. Лучшие сёрферы, лучшие конструктора, лучшие… Ребята, тут, как, знаете, как вот эта байка про уборщицу на Дайконуре, что я запускаю ракеты в космос. У нас любой человек, который здесь работал, у нас даже строители катались один на волне, их за уши не оттащишь. То есть это прям подлеченность максимальная, это говорит о многом. А, вот, слайд пространства был про другой. Мы обратились к самому лучшему, на мой взгляд, одному из самых лучших архитектурному бюро – это бюро «Среда». Правильно? Да. Да. Вот, это генеральный директор Андрей, и он расскажет немножко про пространство и смысл, которые были заложены в движениях. Всем добрый день. Хотел немножко рассказать про буквы. Немножко разготовились уже? Да, хорошо, очень быстро. Очень быстро. Василий в самом начале сказал, что серф-клуб – это не замещение океана. Это ключевая вещь. Мы не пытались создать подобие какого-нибудь серф-станции на Бали, или куча песка, пальмы. У нас это получился в аквапарке МППО, если бы мы это начали делать. Мы начали думать над тем, как передать через смыслы ощущение восторга, которое вызывает у человека океан, и ощущение на океане. А мы бы его передали через материалы. И вот был найден вот этот шлифованный лист металлов, который по своей функции имеет такое же отражение, как гладь воды. Когда на нее попадает свет, он отражает, и мы через вот эти смыслы передавали ощущение человека на океане. Сглажные углы, которые есть в мебели, которые есть в магазине – это отсылка к такой пароходной теме, к иллюминаторам тоже не напрямую через корабль, а вот есть такая отстройка, что вот человек видит корабль, значит, он путешествует, значит, ему хорошо, значит, он чувствует какой-то приток трофина для него замечательно. И вот здесь было очень важно сделать не прямые какие-то ассоциации, а именно через ощущение. Мы искали новые материалы, новые приемы, которые бы создавали те же эмоциональные вспышки, которые человек видит на океане. Ещё что-нибудь? С-с-с-с. Дайте слюну. Слайдик. Ну, это джинер. Так вот, собственно, ретро, их нужно посмотреть. Это магазин-ресторан. Вот зона ресепшн, живьём, мне кажется, ещё преселее. Давай дальше. Это, собственно, бассейн, как она будет, когда все так хочет, на 14 квадратных и дальше. Это джим, он у нас во второй очереди, всего у нас на 3000 квадратных метров. Ещё где-то там 800 квадратных это джим, мы его, ну, там, я думаю, после не достроим, тоже вам покажем. Давай дальше. Это банный блок, как я говорил, уже в конце июня, в начале июля, у нас открывается спа-конфликт, здесь на территории 5 бань. Солинай, финская, русская, хамам, процедурный хамам. Ну, короче, всё нереальной красоты, просто вообще нереальной красоты. Давай дальше. Ура! Ура! Так, что там? Что там? Да, я немножко... Я немного предлагаю сейчас, чтобы ещё 10 минут. На 2 минут со 100. Значит, Teamware, директор по маркетингу. Очень приятно. Значит, я ещё раз обращусь к метафоре бренда и позиционированию. Мы не заменяем океан. Мы, с точки зрения метафоры, мы симуляция океана. Мы к ним и готовим. Позиционирование, тренировочная сервербаза, в которой думаешь, подготовиться к катке на лучших серверсплотах мира и прокачиванию достаточно здесь выискиваем. Мы работаем, у нас достаточно много сегментов, с которыми мы сейчас работаем в авитории, но, так или иначе, они все объединяются в итоге и переходят в три основных сегмента. Это новички, это продолжающее катание и это, ну, такие, продвинутые уровни тратки. Они все схлопываются в итоге в городских серверах, о которых говорил Василий. По цифрам у нас на данный момент запродано на 30 миллионов элементов порядка 500 клиентов, около 600 тысяч хваток в рекламе ежемесячные, и 33 тысячи пользователей на сайте заходят. Но мы продолжаем тесты, продолжаем работу над представлением вашего бренда digital, и двигаемся дальше. Ну, собственно, он недавно стал. То есть, по нашей оценке, ну, и такое есть общее мнение, что это примерно как сноубординг 10-15 лет назад, то есть это очень большое увлечение в спорту, это можно делать в городе, это можно делать в океане, большая эра искусственных волн уже началась, и, собственно, мы имеем в мере симптомное участие. И, в общем, это такая прям крутой эмоциональный, увлекающий физически активный дискуссионный вид спорта. Касательно Presser Brothers. Presser Brothers это R&D бюро, то есть у нас есть несколько продуктов в волнах по типу реверсеров, это первый из них, который мы закончили и вот запустили. Еще у нас есть различные истории там для B2C и B2B рынка, но апофеозом, к чему мы стремимся, мы хотим сделать огромную, то есть самая лучшая волна океаническая, на океане в идеале. Но, как бы, самое приближенное, что к этому можно сделать, по нашей логике, это океаническая волна в море или в любом открытом водоеме. То есть не буду долго рассказывать про эту историю, расскажу просто, что это на стадии R&D у нас сейчас прототипирование происходит вот такая волна, это вот привязка к Олимпийскому паку, верни назад. Это сборно-разборная мобильная конструкция, которая позволяет получить волну высотой до пяти метров по оверхеда. То есть для нас это, вот Илон Маск летит на Марс, а мы строим такую волну. Мы назвали ее не мудрство, а лукаво царь волной. И в общем как бы делаем все, чтобы она приблизилась так же, как и эта волна, которая когда-то казалась для многих каким-то недостижимым. Это у нас специальные кубы, мобильные, которые делаются на заводе, демонтируются прямо на океане. Это как бы их схематическая история. Они тоже по-разному регулируются, состоят из достаточно прочей стали и легких и так далее. Ну это отдельная вещь. Вот пример того. То есть мы в этой волне регулируем все и сможем скопировать настройки лучших мировых спотов. Вы сможете показаться и на Байклайне, и на Сансет Бич, и на Би-Бич каких-то спотов. Вот. Это достаточно амбициозная история. Давай дальше. Соответственно, мы в поисках товарных блогов, господа журналисты, мы в поисках партёров, то есть у нас есть клуб, у нас есть МВП, в ближайшее время мы максимально намерены продемонстрировать доходность и кэшболу по всей этой истории. Соответственно, мы в поисках либо частных инвесторов с крупным чеком, либо фондов международных и российских, как о том штабировании этой истории в разных факторах, которые мы как бы заклоняем.